добрый день дорогие друзья давно не снимал видосы свои вот тут моя настенная запись уже вот 25 числа ушли маточки по отводкам вот сейчас вот на подходе следующее будет 28 числа буду расставлять вот 1 сегодня мая у нас праздником всех друзья праздником труда вот шашлык труд мир май вот ну что 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 говорят давно не снимал видео ребят но работы очень много вот видите приготовил микронуклеусы вот надо заселять на сегодня-завтра займусь два дня будет работа тоже тяжеленькая такая здесь у меня там надо немножко рассредоточить их вот ну пчелки еще летают вот вроде бы как то ли черноклён давать начал что вроде бы как что-то полетела до этого вообще вообще очень было все глухо на у там семейку открыл расширить надо будет вот у меня здесь кого тут на вот надо сюда рамочку будет поставить сейчас принесу хорошую сушь со склада просто вспомнил что давно не записывал вот тут у меня воскотопочку вытащил выставил я уже солнечную свою вот ну вот желтый желтый воскости видите через этот вытекает вот старую сушь вытапливают блестит она значит воскотопка работать начала что можно сказать засуха белгородской области очень страшная засуха вроде бы погода не такая что жара прям 22-24 градуса вот северо-восточный ветер дует постоянные вот и весь все что цвело все как-то цвело впустую вот развитие мне этого года не очень нравится у кого-то может быть совсем другая ситуация вот допустим у кого есть рядом много черноклёна сейчас просто люди радоваться начинают потому что сегодня вчера стас он там поставил весы 200 грамм там часа два поставили 200 грамм приноса был ну это это хорошо стоят у меня сейчас три закладки и вот я хотел дать бы но совет начинающим пчеловодам кто в этом году начнет первый раз а может быть второй год выводит маток и совет такого рода частенько смотришь видео и название видео пчеловод если ты не сделаешь это ну типа тебе жопа пришла или если ты не сделаешь это вот такое то время то тоже что-то будет неправильно ну вот я сейчас дам свой совет те кто закладывает маточек особенно первый год смотрите сделали первую закладку и как правило там ну допустим сделать закладку сделали там ну 20 личинок а приняли 45 радуйтесь этому вот и не обращайте внимание на то что многие там мисочки начинают мазать медом чтобы их там вылезали выскоблили еще что-то если у вас хорошем состоянии воспиталка сильная мощная много молодой пчелы кормящие если у вас есть хоть какой-то взяток если вы поддерживаете свою воспиталку ну каким-то дополнительным питанием в виде сиропа и плюс конечно же есть белковый корм да то закладку пчелы должны делать хоть на пальцы палец подставьте и они начнут закладывать самое главное чтоб яичко было ну шутки конечно вот я дам вам такой совет да есть такой у меня вот кисловодский был денис познакомил горит хорошей матки получается двойной закладки а я говорю что такое двойной закладки ну то есть делаешь первую закладку пчелы приняли отложили молочко достаешь рамку убираешь личинку и делаешь новую закладку на это молочко вот но а здесь в белгородской области мне пчеловод опытные с сорокалетним стажем наверное да вот подсказал другой момент сергей ну зачем вот такую двойную работу делать да возьми просто-напросто маточник с маточным молочком свежим и разложи в мисочке перед закладкой там по капельке капни чтобы был запах маточного молочка и в эту капельку в эту капельку опусти личинку и прием ноту я не стал показывать там первый второй третий прием да вот из 29 из 28 личинок 28 а то и 29 личинок одну-две не закладки не берут почему ну возможно где-то придавил пчеловод шпателем где-то может быть что-то как-то им не понравилось да вот но смотрите еще очень важно обратить внимание на то чтобы вот многие говорят да вроде бы вот воспиталка у меня а как определить ее как определить ее что она сильная слабая вот сколько взяли личинок у вас до пчелы возьмут на воспитание только то количество личинок которые они смогут воспитать хороших маток из 20 они взяли три вот три будет хороших маточника вот поэтому значит это сигнал для вас нужно воспиталку усиливать насыщать ее пчелой сыпать добавлять делать ее насыщенной по пчеле и не забывайте чтоб там была молодая пчела у вас должен быть там печатный расплод расплод на выходе чтобы пчела постоянно выходила вот докопалась пчелка какая-то вот ну чтобы не делать лишнюю работу можно значит за счет того что если вы собираетесь вывести только маточек для себя можно поджать вашу воспиталку сократить ее там была она на восьми рамках да уберите лишние рамки и сократить ее до четырех оставьте одну рамочку для того чтобы они вам смогли но вот такое такая воспиталка сможет не больше десяти хороших маточников взять на воспитание вот поэтому ну ориентируйтесь в первую очередь на свой опыт узнали как делать получается делать закладку и в добрый путь вот а вот это вот совет мой даст маточным молочком попробуйте и вам очень понравится вот работа идет так что наверное сегодня-завтра выйдет вот тут и кто-то если помнит я 18 числа закладывай 18 17 числа по моему закладывал маточники первые вот и у меня на днях должны уже появиться первые матки интересная какие они будут очень жду ну это то ради чего я занимаюсь пчеловодством поэтому всем конечно же еще раз с праздником вот ну и хороших медосборов хорошего пополнения семей самое главное чтобы те кто понес большие потери этой зимой быстро восстановиться записал ролик и думаю а вот подсказать подсказал а где же взять маточное молочко не договорил ну кто досмотрит ролик до конца тому приз будет вот из тех маточников которые там три-четыре у вас приняли да не пожалейте один снимите ну дайте ему чтобы три трое суток постоял этот маточник чтоб мало набралось там молочко аккуратненько разберите его уберите личинку а этим молочком воспользуйтесь и будет вам счастье это говорю я вам сергей лукинцов